24-й дом по улице Рыльская в промышленном районе Самары. Половину первого этажа занимает нежилое помещение. Раньше, по словам местных жителей, здесь был магазин, но уже шесть лет квадратные метры пустуют, а хозяина и след простыл. В итоге бывший супермаркет превратился в притон. Жители дома живут в тревоге. Дверь периодически срывается, замок и туда заходят наркоманы и дети. В течение полутора месяцев осенью дверь была открыта. Там две комнаты до потолка завалены картонными коробками. Это очень пожароопасно. И мы живем как на пороховой бочке. Проблема с нежелательным соседством в этом доме не единственная. Неподалеку, прямо над проезжей частью и тротуаром, нависли несколько деревьев. Того и гляди, упадут. Большое количество машин ездят, дети идут, рядом школа, рядом труба газовая проходит. Мы боимся, дерево упадет на любого жителя или на школьника, проходящего мимо. О проблемах жителей дома Ирина Володина решила рассказать на приеме граждан в промышленном районе Самары при департаменте общественной безопасности. Такое общение с жителями проходит ежемесячно во всех районах города. Раз вы сюда пришли, обратились, я думаю, мы оперативно напишем письмо с вашими данными, как старшего по подъезду. Вот эти фотографии туда приложим и будем принимать меры по тому, чтобы решить вопрос положительно, так как просит население. В Самаре действует программа по озеленению. За этот год с улиц Самары планируют убрать 3,5 тысячи аварийных деревьев. На их месте появятся молодые каштаны, березы, липы и ясени. Возможно, новые деревья посадят и в этом дворе промышленного района. Самые частые жалобы касаются качества капремонта и услуг ЖКХ. С этими проблемами жители также идут в антикоррупционную приемную. Проверяем на предмет правильного использования денежных средств. И если где-то мы выявляем какие-то недостатки, мы пишем служебные записки на имя руководства администрации и в частности в тот департамент, который ответственный в этой работе, чтобы они приняли меры. Уже за этот год с жалобами в городской департамент общественной безопасности обратились более 50 человек. Около 30 обращений поступило анонимно. Они связаны с проблемой коррупции. Следующий прием в промышленном районе запланирован на 26 июля. Также работает телефон доверия. Павел Баймаков, Алексей Золотенков. События.